Добрый день! Вы на канале Резать.ру И сегодня мы с вами поговорим о складном ноже Atalwar 4 дюйма от Cold Steel Это такой универсальный складной нож, который классифицируется производителем и как тактический фолдер, и как ADC, и как внедорожник Outdoor, и как нож выживания и даже как складной охотничий нож эта модель классифицируется За какие такие заслуги, такие дифферамбы этому ножу и насколько он на самом деле функционален, попробуем разобраться Скажу только, что производитель предлагает эту модель в целой серии вариантов и с режущей кромкой Plane, и с комбинированной, и с серрейтерной и с клинком из стали Aus8 и с клинком из Carpenters CTS XHP стали порошковой То есть, выбор широк Нож поставляется вот в такой коробочке фирменной В нашем случае она немножко уже выглядит не очень Неоднократно открывалась, хотя нож новый В коробочке находится нож с клипсой установленной И удивительно, но клипса еще одна Точно такая же имеется в комплекте Я не знаю, на самом деле это случайно так вышло Или две клипсы в комплекте идут базово Это мне неизвестно Нужно будет уточнить, на самом деле Немного о технических характеристиках и об оснащении изделия Нож оснащен клинком 10,2 см длиной Толщина обуха 4 мм Масса ножа 142 грамма В раскрытом положении длина полная Ножа составляет 23,4 см Осевой узел оснащен шайбами из фосфористой бронзы Прокладочка здесь из фторопласта Как видите, клипса съемная Переставляемая в два положения Ножевой замок Backlock Сейчас посмотрим, как он работает Открывается лезвие с помощью рефренной шайбы на обухе Разработали этот нож Два лидера, скажем так В плане как лидеры, как дизайнеры Компании Cold Steel Это Эндрю Демко и Лин Томсон И вот такая вот вещь у них получилась Ну, Backlock фиксирует, конечно, великолепно, прочно И как-то такой монументальный щелчок получается В руке нож лежит хорошо Удобно Обратным хватом Так же Ну, я бы сказал, что Рукоятка все-таки рассчитана на людей с не очень большой ладонью У меня не очень большая рука И она, в принципе, вот В отведенное пространство Определяющееся Вот этими вот подпальцевыми выемками И передней и задней головкой рукояти Она, в общем, в принципе, с трудом входит То есть, впритык Для человека с крупной кистью Хорошо, удобно взять нож Может быть проблематичным Отметим, что Линия режущей кромки поднимается вверх К линии обуха Чем увеличивает протяженность режущей кромки И, следовательно, этот нож Может использоваться в качестве скиннера Вполне удачно То есть, его определение Как хантинг фолдер Вполне оправдан Достаточно большая длина Лезвия Позволяет использовать этот нож Как тактический Хотя Покрытие финишное сатинирование То есть, будет бликовать Но, тем не менее Некая тактичность У этого ножа имеется Отметим вот эти поперечные насечки Противоскольжения Хорошо, удобно Большой палец тормозится Как раз на месте находится И вот такую решеточку Шершавую структуру G10 Любимого материала Лена Томпсона Как материала для рукояти ножей Сборка ножа безупречна Нет никаких видимых недочетов Вполне неплохо Но нужно отметить, что Сведение Не очень маленькое Вот оно же Где-то в районе 0,6 Или даже, может быть, 0,7 мм Но, тем не менее Как я уже говорил Сведение Это Достаточно приблизительный параметр Свидетельствующий о резучести Или о том, что нож не режет Вот, то есть Свидетельствует очень приблизительно Поэтому Особенно не стоит на нем Заострять внимание На самом же деле Нож Неплох Хорошая такая вот Интересная форма рукоять Хорошая сталь Использована она для клинка Сейчас компания Cold Steel Перевыпускает все свои боевики Все свои флагманы С клинками И с хорошей современной Порошковой стали И В принципе Волна популярности Этих ножей Скажем так Вечных ценностей Cold Steel Она снова возрастает Нужно это отметить Ну и Как Многие-многие ножи От Cold Steel Модель Талвар Которую мы рассматриваем сегодня Выполнена очень надежно Хороший замок Никаких Лифтов Я думаю Что этот нож Действительно соответствует Заявленным позициями Его можно использовать И как тактики И как охотничий И как ножевых желаний А вам остается только сделать выбор В пользу Той или иной версии этого ножа С клинком из АУС-8 Или из карпентеровской стали С ровной или серитерной режущей кромкой Или полусеритерной И выбрать цветовую гамму Рукоять Что же касается Потенциала То у этого ножа Он Заметен Как говорят Невооруженным взглядом Продолжение следует... Продолжение следует...